Кончать ее надо, задумчиво произнес мужчина, глядя на кормящую щенят собаку. Старая она уже. Щенки с каждым разом, у нее все слабее и слабее, добавил он. Да как же так, Паша? Спросила у него жена. Ведь только шестой год ей пошел. А где ты еще такого волкособа возьмешь? Щенки ее вон, как горячие пирожки расходятся, хоть и цену ты за них немалую берешь. С жалостью в голосе пыталась переубедить его женщина. Да перестань ты. Оборвал ее мужчина. Сам знаю, что делать. Оставлю молодого щенка и все. Неизвестно, чем на самом деле не угодила мушка своему хозяину, но в решении своем он был тверд. Мушка регулярно приносила потомство, а также была первым помощником Павла на охоте, но почему-то он решил избавиться от нее. Рано утром хозяин позвал своего волкособа. Обычно в это время они ходили с Павлом на охоту. Мушка выслеживала дичь и поднимала с места, а тут уже был черед охотника с его метким выстрелом. Но на этот раз ружье хозяин почему-то не взял. Мушка бежала рядом с человеком, то и дело стараясь потереться об его ноги, показывая свою любовь и преданность. Однако мужчина не отвечал на ее ласку. Сегодня он был особенно суров и молчалив. Собака чувствовала это и, как могла, старалась подбодрить своего хозяина. Мушка была удивлена тем, что хозяин до сих пор не дает ей команду идти по следу, ведь они уже достаточно углубились в лесную чащу. А вместо этого человек подозвал своего пса и, прицепив веревку к ее ошейнику, привязал к дереву. «Сидеть!» — скомандовал он стальным голосом. «Сидеть!» — я сказал. Мушка послушно села, не понимающий глядя на хозяина, а тот развернулся и просто пошел домой. Что это было? Зачем хозяин оставил меня здесь? Наверное, такие мысли родились сейчас в голове у собаки. Она и представить себе не могла, что таким варварским способом человек, которого она так любила, решил от нее избавиться. Уже несколько часов собака сидела под деревом, упорно дожидаясь своего хозяина. Мышцы ее затекли, а она то и дело вскакивала с места, чтобы размять их. Но, вспомнив приказ хозяина, тут же возвращалась на место. А тем временем пошел сильный дождь. Крупные холодные капли вперемешку с градом больно били мушку по голове, промочив ее шкуру. Собака сидела, развесив уши, с которых капала вода и ждала. Ждала того, кто бросил ее тут, как ненужный мусор. Кажется, мушка начала понимать это, и от этого было намного больнее, чем от летящего с высоты града. Ночью в лесу было холодно. Промокшая собака, свернувшись калачиком, старалась хоть как-то согреться. А наутро мушка почувствовала острую боль в желудке. Она уже сутки ничего не ела и не пила. Молочные железы ломила от скопившегося в них молока. А как же там щенки? Пускай они уже достаточно большие, чтобы питаться самостоятельно, но без материнского молока им будет не сладко. Собака потерла глаза лапой, будто отгоняя от себя мысли о своей прошлой жизни. Теперь у нее нет хозяина. Нет дома и нет ничего. Только она сама. Она ее новая жизнь, жизнь, за которую она будет бороться и драться, несмотря ни на что. Видимо, волчья кровь все-таки дает о себе знать. Мушка перегрызла удерживающую ее веревку и отправилась выслеживать дичь, теперь уже для себя самой. Выследить дичь в лесу для нее не было проблемой. С самого раннего детства хозяин натаскал ее на это. Но она всегда только находила ее. А теперь ей предстояло еще и самостоятельно учиться убивать, чтобы не пропасть с голода. Ей практически сразу удалось поймать полевую мышку и небольшого зайчонка. Это помогло утолить терзающий голод. Теперь мушка исследовала новую территорию, где ей предстояло жить. Она не собиралась делать попытки вернуться к людям. Однажды, предав любящее сердце, люди навсегда потеряли доверие в глазах этого животного. Мушка перебегала с места на место, обнюхивая лесные участки, и стараясь понять, кто здесь является негласным хозяином, чтобы нечаянно не кинуть вызов здешним, давно установленным порядкам. Вдруг чуткого носа коснулся тревожный запах. Ошибки быть не может. Где-то рядом волки. Шерсть на холке зверя поднялась дыбом, готовясь встретиться с грозным противником. Мушка не раз сталкивалась в лесу с этими серыми хищниками, один из которых когда-то стал ее отцом. Но волки не принимали ее за свою, сразу же давая понять, что разорвут ее в клочья, если та попытается к ним приблизиться. Мушка готовила себя к тому, что сейчас ей придется сразиться в споре за право на жизнь. Но тут ее взору открылась совсем иная картина. В волчьем логове мушка обнаружила бездыханное тело волчицы и троих новорожденных волчат, которые жалобно скулили, беспомощно тыкаясь слепыми мордашками в холодное тело матери. Мушка тут же вспомнила собственных щенков, оставшихся у хозяина. Собачье сердце защемило от тоски и несправедливости. Не раздумывая, она кинулась к новорожденным щенкам, принявшись их обнюхивать и облизывать. А те, обнаружив возможность полакомиться молоком, тут же принялись за дело, посчитав его материнским. Время шло. Мушка нашла новое логово для своих волчат, чтобы не делить его с умершей волчицей. Волчата быстро росли, но им требовался постоянный присмотр и пропитание, что забирало у собаки все свободное время. Теперь все реже она вспоминала свою прошлую жизнь, и все больше волчья сущность, данная ей отцом, выходила наружу. Только изредка во сне сознание животного выдавало картины из прошлого, когда она снова видела своего хозяина и, забыв обиду, мчалась к нему со всех ног. Сегодня мушка уже несколько часов шла по лесу в поисках пищи. Ее повзрослевшая стая с каждым днем требовала все больше и больше еды, так что приходилось расширять зону охоты. Мушка зашла на чужую территорию. Она это прекрасно осознавала, но иного выхода не было. Либо придется голодать, либо драться за право охотиться в этих местах. И совсем скоро путь ей преградил крупный серый волк, который оскалил свои клыки, демонстрируя незваному гостю, что тому лучше убраться с его территории. Но теперь перед ним стояла немушка, дворовая полусобака. Полуволк — освирепая лесная хищница, ищущая пропитание для своих детей и готовая сразиться с кем угодно ради них. Шерсть на загривке стала дыбом. В памяти животного промелькнули десятки схваток, даровавших ей победу, а вместе с ними и уверенность в собственных силах. Но тут рядом с ее соперником, бросившим ей вызов, появились еще два волка из его стаи. И теперь преимущество было явно на стороне хозяев этого леса, и они не собирались пренебрегать им. Волчья стая накинулась на одинокого волкособа, грозя разорвать ту на части. И как бы отчаянно она ни билась, в этой схватке у нее не было шанса выйти победителем. Схватив серого вожака за горло, мушка повалила его на землю, пытаясь разорвать тому горло. Но в это же самое время две безжалостные пасти накинулись на нее сверху, стараясь повалить и разодрать на части. Мушка чувствовала, как быстро силы уходят из ее израненного тела. Кажется, она уже поняла, что сейчас ее жизнь закончится в челюстях волчьей стай. Но тут на помощь своей матери из леса выскочило трое повзрослевших волчат. Молодые волки сходу сбили нападавших на их мать, атакуя их то вдвоем, то в одиночку. Волк, вожак соперников, смог вырваться и, оставляя яркие капли крови на траве, кинулся бежать. Его стая, увидев, что вожак отступает, поспешила вслед за ним, а волчата старались настигнуть их, чтобы те уже никогда не смогли вернуться в эти места. Все было кончено. Теперь они здесь хозяева. Мушка зализывала полученные раны. Ее тело все еще трясло мелкой дрожью от пережитой битвы. Ей было больно, но сердце ее было полно радости, что на защиту ее жизни так отчаянно бросились те, в кого она вложила столько любви и заботы. Если люди не смогли оценить ее любовь и преданность, то волки приняли и отплатили за это своей благодарностью. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.